Издательство «Эксмо». Клэр Дуглас. Исчезновение. Авария. Ноябрь 1998 года. Они пели. Были слегка пьяны и очень счастливы. Вот что чаще всего вспоминала Оливия. Как счастливы были её подруги. Салли сидела спереди. Она всегда ездила там. Говорила, что на заднем сидении её укачивает. Конечно, как лучшая подруга Оливия, она и должна была там сидеть. Салли безумолку болтала о Мелли. Парни, который ей нравился. Он, наконец, позвал её на свидание. Оливию это совсем не удивляло. Парни постоянно крутились вокруг Салли, включая и бойфренда самой Оливии, Уэзли. Салли притягивала их огромными тёмными глазами и весёлым характером. Ухаживания у Уэзли даже стали поводом для трений между подругами. Больше они эту тему не обсуждали. Во имя дружбы. Салли говорила высоким, возбуждённым голосом. Но Оливия плохо её слышала из-за включённого радио и усиливающегося с каждой минутой дождя. Там Зин и Кэти ехали на заднем сидении. Под глазами слегка растеклась тушь. Из-под тонких, не по погоде пальто выглядывали яркие блестящие топики. От них исходил аромат духов и спиртного. Девушки, обнимая друг друга за шею, напевали песню «Спайс Гёрлс». «Двое станут одним». Как будто они всё ещё были в клубе. «Спайс Гёрлс» — британская женская поп-группа, образованная в 1994 году. Оливия переживала. Подруги обещали ей, что не будут пить слишком много. Это Тамзин всех сбила с толку. Оливия видела, как она заказывала в баре двойные порции виски. Стояла там с распущенными по плечам светлыми крашенными волосами, явно рассчитывая, что найдётся желающий заплатить за её выпивку. Обычно так и случалось. Она была красивая, но не так, как Салли. Более вызывающая и дерзкая, в ярком топике и юбке, еле прикрывающей попку. Когда Оливия заезжала за подругами, дождя ещё не было. Моросить начало спустя несколько минут после того, как они вышли из клуба. Но сейчас лила так, что она едва видела дорогу. Вода сбегала ручейками по краям лобового стекла, ухудшая видимость, хотя дворники работали на пределе. Тёмная лента шоссе уходила в бесконечность. Туман повис кусками, как сухой лёд. И даже дальний свет не давал хорошей видимости. Оливия весь вечер пила единственный стакан вина, поскольку сегодня была и её очередь сидеть за рулём. Но сейчас, когда сильный ветер пытался сбить её маленький пижо с дороги, казалось, что выпитое горит в глубине горла. Оливия никогда не волновалась за рулём, хотя получила права всего несколько месяцев назад. Однако сегодня всё было по-другому. Она терпеть не могла эту дорогу даже в хорошую погоду. Коридор дьявола шёл прямо через лес, и высокие деревья с обеих сторон выглядели очень мрачно. Чуть дальше были знаменитые стоящие камни, а за ними маленький городок, приманивающий туристов огромным количеством необычных лавочек и кафе. Дождь заглушал музыку. Капли воды с грохотом ударялись об асфальт. Оливия сжимала руль изо всех сил, у неё даже побелели костяшки пальцев. На заднем сидении вдруг перестали петь, а Салли сделала радио погромче. «Выключи ты его!» — прокричала Оливия. И Салли молча послушалась. Темнота не позволяла Оливии увидеть лицо подруги, но она понимала, что та обиделась. Ей стало неловко. Она не любила расстраивать Салли. «Что за ночь?» — воскликнула Кэти, хватаясь за подголовник водительского сидения. «Посмотрите, какой дождь!» «Можешь сесть нормально?» Голос Оливии звучал непривычно резко. Кэти была старше остальных. Она являлась своего рода лидером в их компании, и не любила, когда ей указывали. Но, тем не менее, откинулась на спинку сидения, отпустив подголовник. Оливия представила, как подруга закатывает глаза, глядя на Тамзин. Девушки ехали непристегнутыми. «Надеюсь, Мэл завтра появится», — попыталась Салли сгладить возникшее напряжение. Но голос её звучал подавленно. Он сказал, что позвонит, и... «Чёрт! Осторожно!» Посреди дороги кто-то стоял. Всё произошло слишком быстро. Оливия ударила по тормозам и крутанула руль. Машину занесло, развернуло. Она перевернулась с ужасным скрежетом, проехала на крыше по асфальту и улетела в кювет. Оливия услышала крики под рук. Сильная боль в ногах заставила её потерять сознание. Когда она пришла в себя, машина стояла на колёсах. В салоне царила мёртвая тишина, нарушаемая лишь стуком её сердца. Часы на приборной панели ярко мигали, показывая час десять. Сколько времени она пролежала без сознания. «О, господи, господи! Они в порядке? Ранены? Я сбила человека?» Оливия попыталась повернуться и закричала от боли. Ногу зажала перекосившимся рулём. «Салли!» Девушка повернулась к пассажирскому месту, но оно было пусто. «Где Салли?» Попробовала заглянуть на заднее сидение, ожидая увидеть там Кэти и Тамзин, и заранее пугаясь, что они погибли. Однако их тоже не было. Она была в машине одна. Оливию охватила паника. Подруги пошли за помощью? Но здесь совершенно безлюдно. У Кэти ведь есть мобильник. Розовая Nokia, которой она так гордилась. Из всей компании у неё была самая хорошая работа — помощник фармацевта. Можно было бы вызвать полицию и скорую по телефону. Их сумок тоже не было. Не было вообще никаких следов их недавнего присутствия. Но они не могли уйти и бросить её. Кто-то точно остался бы. Например, Сали, её лучшая подружка. По мере того, как боль и страх возрастали, Оливия начала дрожать. Она буквально заледенела, вспомнив, как случилась авария. Фигура на дороге. Сейчас там не было ни души. Шоссе уходило в тёмную пустоту. Кто там стоял? И куда делись подруги? КОНЕЦ КОНЕЦ